Динамо Динамо Дмитрий Черышев прервал свою невезучую серию Спасибо Иванову О том, как нужно собраться в решающий момент, знает армеец Владислав Радимов Только у него одного не опустились руки после двух пропущенных мячей Радимова били по ногам, держали руками, но он с каким-то казачьим азартом шел и шел вперед Игра для Владислава – своеобразный способ почувствовать себя взрослым В 19 лет это серьезный стимул После неточного удара Семенова со штрафного Гол ворота Динамо созрел Вторжение в беззащитную штрафную Валерия Минько Пас Юрию Антоновичу Сметанин оказывается не у дел И несколько секунд для поймавших свою игру армейцев экономит двужильный Радимов Динамовская защита сквозь легкую полудрему пропускает новую атаку Минько и Антоновича И только Сметанин дважды на одни грабли не наступает Если, конечно, речь не идет о штрафных На 60-й минуте было чудо Динамовский кипер удачно поставил стенку Но этот штабель лишь временное препятствие на пути армейских атак Есть еще секретное оружие Умная ракета с системой самонаведения Иными словами Радимов В который раз грубо играет Чернышов Динамо прижата к воротам За весь второй тайм ни одной контратаки В этот критический момент капитанскую повязку одевает Андрей Иванов И снова команду спасает Сметанин В отсутствие Чернышова и Ковтуна Белкие стрелки динамовской защиты Белоголубые с трудом сдерживают натиск Как это происходит, непонятно, но происходит Понятны лишь эмоции Владислава Радимова Даже не всякий игрок с опытом выдержит такое напряжение Тем временем в ЦСКА происходят замены Денис Машкарин занимает пост Либеро Освобождая Дмитрия Быстрова Который перемещается на позицию центрального полузащитника И продолжаются отчаянные наскоки Вот Быстров на правом фланге получает мяч И выжидает, пока потянется под уставший Татарчук Тот находит штрафной Файзулина И Ильшат наносит удар Ничья за 4 минуты до конца Армейцы продолжают штурм Не по инерции, а в силу какого-то невероятного психологического настроя Последняя жертва психической атаки Судья Валентин Иванов Но ведь судейские ошибки Такой же Леменшоу, как и игра И нарушение Брошенный Сметаниной рассудил Антонович Чему быть, того не миновать Покоримся судьбе А у этого матча была судьба Не судей решить его исход Быстров хладнокровно расстреливает Небро Армеец совершил зенитный залп Но и это еще не все За 2 минуты до конца ясность не наступила Мяч у Динамовцев Рейд отчаяния через все поле Заканчивается нарушением Команда Бескова борется до конца И в штрафную ЦСКА направляются лучшие из лучших Мяч выбирает Некрасова Тот мешкает и момент казалось упущен Но Рок направляет удар Сергея в перекладину И мяч отскакивает к своему любимцу Игоре Семутенкову 3-2 Победа Динамо в этом феноменальном матче Много потерял тот, кто не видел этого Лучшая игра сезона в России Я никогда не могу предугадывать Как закончится матч Любой Путь это на чемпионате мира, Европы Той команды, которую я тренирую Или Других наших футбольных групп Не случайно так говорят, что Футбол непредсказуем И я придерживаюсь То, что сложилась так игра Это очень редко бывает Потому что первые минуты первого тайма Команда Динамо И добилась там, и забила гол И было Еще были такие моменты Ну а потом В силу того, что Где-то такое Нервозное состояние Некоторых игроков выбило Как говорится Или из седла Или из колеи Вот стали играть Несколько растеряно И игра по-настоящему сломалась Надеялись на то, что В последнем минуте Что-то произойдет подобное Что будет забит решающий мяч Я же еще раз говорю Что это непредсказуем Я говорю о надежде Какая надежда может быть Когда у нас команда Осталось 10 человек на поле Какая надежда Значит это вопреки всему Вопреки всему Когда тем более уже И счет стал 2-2 И когда пенальти в наши ворота Стали бить выше ворот Армейцы Это тоже Видите как непредсказуемо Московский Спартак Не проигрывает 9 матчей подряд Но кардинально увеличить Отрыв от динамовцев не может Слишком благодушно Относится команда к соперникам В лидирующей группе Наконец-то произошло Первое за 17 туров изменение Ротор набравший полные обороты С приходом Виктора Прокопенко Вытеснил из строки Притормозивший КамАЗ Предугадать кто же в итоге Покинет высшую лигу Практически невозможно И бои между аукциадерами Предстоят нешуточные Армейцы окончательно Расстались с мечтой Выполнить поставленную Тархановым задачу Пробиться в Еврокубке А динамовцы Ставрополя Похоже оставят своих Одноклубников москвичей В высшей лиге в одиночестве В поре бомбардиров Изменения и происходят Поражает лишь средняя результативность Игоря Семутенкова Свои 19 мячей Он забил за 21 игру Он же возглавляет Список Галеодоров За три прошедших чемпионата Продолжение следует... Продолжение следует...